От меня всегда всех колбасит. Чуть-чуть проявляюсь, и все, всех крючит. И именно поэтому начинает колбасить очень авторитетных людей. Даже миллиардеры, практически все взбеленились. Это очевидный знак, что меня замечают такие люди. Значит, мне место точно среди них. И, конечно, спасибо астрологии середина 23-го года. То время, когда ты станет вообще на всех похер. Вот, можете слить это во весь трафик. Привет, YouTube. И сейчас вы на экране пронаблюдали отрывок из сторис Елены Блиновской. Не обычных, а на секундочку платных за 10 тысяч рублей. Да, так уж вышло, что Инстаграм только-только объявил, что тестирует платные подписки в США. Все блогеры задумались, как улучшить контент, ну, чтобы удивить аудиторию еще и за деньги. А наша фея желаний и марафонов Лена Блиновская сразу решила поднять бабла и сама начала продавать платную подписку на свои сторис за 10 тысяч рублей. И вот, как она это объяснила. Мне есть что сказать. Я хочу протестировать платные сторис, которых даже нет в России. Вы будете жить, как в отдельном новом сериале. Мне не нужно много народа. Я не для всех. Если для вас 10 тысяч это нелегко, то забейте. Значит, рано. И вот одна подписчица возразила. Я все ваши марафоны прошла, но на стольки 10 тысяч не хватает. И это вовсе не значит, что я духовно не готова и не доросла. Это плоское разделение. А Лена в ответ. Доход – это уровень сознания. Крыски вы мои жмотные. И вот 10к заплатите и наслаждайтесь доступом в зеленый кружочек для близких друзей. 12 дней к ряду. И мы вот тут же посыпались в возмущенные письма. Катя, пожалуйста, предай глазки, это безобразие. Кто-то открывает платные сторис за копейки, чтобы собрать пожертвования на заповедник. А тут 10 тысяч за две недели, не поймите чего. Пахнет разводом. Но погодите, друзья, сказала я, чего сразу развод? Ну а вдруг Лена там продает какие-то невероятные знания, что марафоны просто рядом не стояли. Посмотрим платные сторис и сразу поменяем мнение и о Лене, и о сбытии мечты от вселенной. Нельзя так сразу рубить с плеча. И что я сделала? Правильно, я пошла и купила сторис Блиновской. Но чтобы опытным путем выяснить, а какие же сакральные знания стоят 10 тысяч рублей. И, как бы так сказать вам, друзья, это были самые незабываемые 12 дней в моей жизни. Ну а сейчас я предлагаю вам лично ознакомиться с тем, за что люди отдали такие деньги, и сделать вывод, стоила она того или нет. Ну а заодно выяснить, как мы до этого докатились. Ну а началось все. Проснулась, потянулась, улыбнулась. Так сказать, Лунтик родился. Доброе утро. Это ничего себе я спать. Приведу себе в порядок, покушаю. И пойду с вами немножко поболтать. И одна моя подруга спрашивает меня вчера, ну расскажи, как там, как ты съездила. Я говорю, слушай, ну в двух словах по WhatsApp точно нет. А как бы при встрече расскажу. Она такая, ну не переживай, я заплатила за твои сторис, поэтому как бы я думаю, что там скорее всего расскажешь. А, и типа, окей. И я такая, то есть, как другу я ей не рассказала, а за деньги она все услышит. И я такая, ну блин, что происходит? Какая-то фигня. Фигня не фигня, но я поняла, что Лена хорошо выспалась, сытно покушала, а все ее друзья скинулись ей на платный сторис. Потом Лена поделилась еще и тем, что с друзьями работает, всячески их поощряет, а они в долгу не остаются. Моей подруге детства, которой я просто много лет назад дала совсем небольшую сумму на бизнес, и с тех пор она уже много лет кидает мне приличную сумму каждый месяц на счет. При этом я ее вообще не проверяю, более того, я даже не знаю, как называется компания, я не знаю, где она находится физически, реально. Но я точно знаю, что эта сумма, которую она мне кидает, она сильно выше, чем люди получают в этой нише. Очень круто, что подруги Лены скидывают Лене на карту большие деньги. Но к чему это все? Инсайт от вселенной пришел не сразу. А потом меня просто снесло озарением, как птица урагана. Сначала Лена, короче, похвалила своих друзей и партнеров, их бизнес. Невзначай так прорекламировала отметкой толстовку, которая снималась в Торке. А дальше нативно объявила. Марафон на тему дружбы будет еще и обязательно. Ура! Лена прогрела нас к выгодной дружбе. И правильно. Ведь смотришь на Блиновскую и сразу понимаешь, такой светлый человечек умеет дружить за деньги. И вроде бы славно получалось. Но тут Лена вспомнила, что свернула не туда. И сама уже не понимает, что и когда собиралась сказать. Но главное, что она в потоке. Даже становится уже любопытно, дойду я с вами до запланированного контента или нет. Но я обожаю в потоке. И вчерашний день, не знаю, мне понравился. Согласна. Прикольно было. Но средь нашей дружной команды появились недовольные. Протестанты. Оппозиционеры, они поганые. Ленчик вывела их на чистую воду. Устроила опрос. Видите ли вы разницу с обычным историей или нет? И представители оппозиции ответили. Ну, пока так себе инфа, Лен. Не видим разницы. Ну, мол, и в обычные дни ты толкаешь марафоны и делаешь томные паузы в камеру. Ну, и как бы сейчас то же самое. Вот же слепые черти, а. Они еще не знали, что грядет буря и пожар. Лена снова поинтересовалась. Чего ждете? Стриптиз? Ну, если не стриптиз, то хотя бы Таня живота подумала. Молча. Молча я. И меня не выгнали. А остальным повезло меньше. Я быстро избавляюсь от таких людей. Мне не нахер не нужны вообще в моем пространстве. Эти люди, которые таким способом добиваются внимание. Просто когда кто-то перед вами искренне открывает душу, не стоит в нее хоргать. Выгнали людей с возвратом средств и без возврата. Тех, кто типа хамил, и тех, кто типа тупил. И даже тех, кто подлизывал жопу не вдоль, а поперек. И в целом Ленка осталась с собой очень довольна. Классно, что произошла такая зачистка. И что теперь у меня будет полное право те, кто уже видел стори с возвратом, если они ее видели, то просто нажимать, удалить и все. Для вас это будет тренинг вот такого рода. Если я вдруг нажму заблокировать вас навсегда. А все потому, что она ментально, ментально, понимаете, по двум предложениям видит закоренелых плевателей душ. А еще не собирается тут за эти ибанные 10 тысяч вас удивлять. Че купили, то и смотрите. Лену вообще занятая, поэтому частенько мы наблюдаем молчание на богатом. Вот Лена молчит после банных процедур. Тут она пишет, что если молчит, то все равно с нами. Тут молчит красивая в тачке. Тут молчит еще сильнее и еще более красивая. Тут молчание повседневное. А тут с оттенком бьюти. Следом вообще откровение на миллион. В первую очередь я всегда спрашиваю себя, как ты себя чувствуешь, готова ли ты вообще делиться собой и с кем-то. Вот. И понимаю, что нет. Видите, даже к вам не выхожу. Потому что, ну серьезно, я прогружаю не столько то, что уже произошло, а то, что еще может произойти. Не то, что может, а то, к чему мы идем. Вот. И в итоге совершенно незапланированно сейчас поехала на массаж лица. Знаете, у меня есть друг, который абсолютно бесплатно добавил меня в близкие друзья в инстаграм. И он там постит пошлые мемы и даже пару раз фоткал свой рельефный пресс в фитнес-зале. И тут я поняла, что не тому я заплатила 10 тысяч. Ой, не тому. Тем более, что опять начались гонения. И если раньше Ленчик изгоняла неодухотворенных обывателей, то теперь заподозрила СМИ и разоблачителей. Себя нарекла гордой самкой орла, злопыхателей коршунами. А после даже палец крутила для нас. И Илона Москва. Орел — это царь птиц, да, можно сказать. И когда он взлетает высоко, его пытаются сбить вороны. Это уже не раз происходило, на самом деле, в моей жизни на разных уровнях. И когда стали писать те же, кому что-то не нравилось, я пережила довольно быстро. Это тому, кто сливает. Вот, можете слить это во весь трафик. И, конечно, спасибо астрологии. Об этом говорят все цифры. Середина 2023 года. То время, когда тебе станет вообще на всех похер. Вот вообще ты будешь настолько на другом уровне, что это все равно, что муравей в поселке, где я родилась, начинает сейчас там что-то обо мне говорить. Параллельно настолько, что даже если это будут люди какие-то там из серии или Илон Маск напишет пост. Не знаю, друзья, кто там и что слил, но покупать на свои деньги и оставлять отзыв можно ведь. Или это не астрологично? Это логично, логично. Логично, логично. Короче, насмотревшись средних пальцев, я терпеливо ждала чуда. Сроки окончания платных сториз поджимали. Но Алена тем временем побывала на психологических тренингах. И там ей посоветовали практику. Короче, друзья, надо представить, что ты помер, и прорефлексировать это. Ладно, окей. Ничего против психологических фантазий не имею. Даже таких мрач. Только вот все это плавно перетекло в другой загадочный инсайт. На учебе у нас тема с... Да, вообще сдали задание придумать себе тему, из-за которой можно покончить жизнь самоубийством в своей жизни. Это был не первый раз, когда я искусственно проживала что-то такое именно в качестве учебных экспериментов. И мой самый главный яркий опыт был под воздействием некого вещества. Собственно, я как раз в январе вернулась, в очередной раз из Перу, в очередной раз употребляя варку. И в течение почти пяти лет я экспериментировала с этим инструментом. Это история, которую если и приходить, то своими ногами уж точно не рекомендации кого-то из просторов Инстаграма или Интернета. На самом деле, мне раньше рассказывали эти истории, когда прямо в опыте человек мог пойти купаться в озеро с акулами и смотрели ему след и говорили, ну, как бы вот у него такой опыт. Либо просто человек уходил в лес, и никто его не контролировал. Пять! Пять лет экспериментировала с этим инструментом? В Перу люди уходили в лес и купались в каком-то озере с акулами? Лен, ну как так-то, а? Лен. В конечном итоге мой первый опыт меня пустило где-то с третьей попытки. Я увидела несколько своих прошлых жизней, в которых я была животным. В одной я очень хорошо помню, я была какой-то крупной рыбой, и меня перерезал винт от какого-то плавсредства. И так я умерла. Потом я была какой-то птицей, тоже была история. Я умерла, я умирала много-много раз. И, наконец, я добралась до жизни человека. Я была мальчиком. Поскольку я была внебрачной, меня скрывали. Скрывали, и в этой жизни мой отец сделает всё, чтобы обо мне узнал весь мир. Поскольку они наварили очень мощный отвар, которого сами испугались, нас не отпускало. Если мы должны были закончить опыт в два ночи, мы его заканчивали чуть ли не к восьми утра. И я просто сказала, вау, как мне всё нравится. Ё-моё, какая же грустная история. И скептики сейчас, конечно же, спросят, а чем отличается закидывание зельем у костра в перу от клея в пакете или грибов? А я отвечу, я не знаю. И я реально не знаю. Ваши версии ждут в комментариях. Ну, а Лена говорит, что зелье лечит от рака. И я склонна ей верить. Она человек повышенной надёжности и адекватности. Ей считается, что она сначала очистит, а потом она лечит и голову, и тело, и дух, и разум, и всё вместе. То есть непонятно, что там. То есть бывает, приезжают онкобольные и решают свои вопросы, а бывает элементарный вопрос со здоровьем. Поэтому не все излечиваются, не все становятся богатыми и так далее, и так далее. Это надо ещё реально на уровне своего сознания очень сильно хотеть. Очень сильно хотеть. Фух, я выдохнула и попыталась собрать в кучу и посмотреть на бездушные цифры. За эти 12 дней в общей сложности Лена выдала около полутора часов видеоматериала. Порой с молчанкой, порой с махатовскими паузами. 10 тысяч рублей я заплатила за лекцию, в которой получила пальчик в экран. Прогрев марафона, друг, риск вылететь из-за приказа барыни, которая не нанималась плясать на потеху челяди, за счёт которой зарабатывает в собственном. И историю о том, что у Лены щедрые подруги, а сама она в Перу под воздействием некого отвара узнала, как была карасём, которого сбила моторная лодка беда. Ах, это было очень вкусно. Можно добавки, пожалуйста. Смотрите, что касается функции продлить доступ, то тогда теряется история, что мы друзья. Потому что пока, к сожалению, это невозможно. Я всё равно чувствую, что это немножко работа. Так Лена ещё и старалась, оказывается. Заставляла себя. Это просто офигеть. Ну, а насчёт меня? Ну, во-первых, я по-настоящему поняла значение слово «кринж». Хотя, казалось бы, видела всё. Дальше, друзья, я словила стойкое дежавю. Примерно так же в закрытых группах вещал косметолог-хирург-мясник Емельян Брауде, который блокировал почитателей секты, если те ему там чем-то не угодили. А другие последователи тащились от него настолько, что каждую грубость, тупость и нелепость считали чем-то великим. И Емельян тоже словила звезду и дрозда, как Леночка. Правда, теперь он затерялся в лесах, убегает от правоохранителей, а Лена работает не с лицами, а с воздухом. Пока с воздуха идут налоги, а мамочки в декрете верят в мессию, Лена сможет продать не только настольную игру за 500к, да хоть свои грязные стельки за миллион. Ах, зря подала бизнес-идею. Если понравилось, Лен, смотри, забирай ещё. Можешь пукать в баночку и продавать. Ну, как вариант. Но если Емельян своим сектантам-косметологам хотя бы приносил деньги, хоть и грязные, обучал их зарабатывать на здоровье людей, то чему учит Лена меня пугает не меньше. Она прямо вводит в какой-то перуанский первобытный страх за наше население. Это же какой уровень критического мышления жизни у людей, что им заходит вот такой вот очевидный быдло-лидер, который даже притворяться умным и интеллигентным не считает нужным. Который их оскорбляет, унижает, ссылается на какую-то очевидную дичь. Вон, одна фанатка Блиновской расстаётся с молодым человеком, потому что он осудил Леночку. А Леночка, она моя. Вот настолько. Там всё плохо, друзья. И, наверное, в голове этой фанатки мысли, что упиться зельем в лесу и увидеть, как шевелятся пеньки на полянке, это вершина просвещения, просветления и прикосновения к вселенной. И, знаете, я не жалею, что купила этот... Ну, вы поняли, да? Потому что эпоха Брауда медленно, но верно сходит на нет. Так же будет и с Леной Блиновской. И это вопрос наших с вами усилий. Поэтому, пожалуйста, поделитесь этим видео в социальных сетях и помните, что верить надо только в себя. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Я надеюсь, вам было смешно, весело и заторно. До встречи в следующем ролике. Пока-пока.